обычный человек в плюсе что такое быть плюсом ну вот смотрите плюс это значит кричать нападать это значит всех расталкивать локтями это вести более агрессивный такой наступающий вид жизни на другого человека или на кого-либо то есть человек он пытается вести такую жизнь в которой вот такая плюсовая энергия энергия нападения по его мнению является естественной ну из позиции наверное общего общего развития эволюции это наверное считается ну грамотным и понятным потому что более слабые они подчиняются более сильным более агрессивный наверно подчиняется более более мягкому человеку и так далее то есть крику подчиняется человек молчаливый там силе подчиняется человек более слабые так далее ну и у человека очень часто формируется на этом фоне некое такое понимание что на самом деле выживание в которой в жизни в которой он живет это выживание оно должно быть связано с его борьбой то есть необходимо как сказал фридрих ницше без конца бороться что самое важное для человека это находиться в борьбе что борьба единственная мотивация стимул для дальнейших достижений человека конечно не без этого но здесь есть такое понятие как человек живущий через позиции мотивации и он рано или поздно может столкнуться с проблемами то есть ты можешь столкнуться с проблемой конкуренции то есть ты никогда не будешь сильнее чем много сильных людей ты никогда не будешь умнее чем кто-то более умный ты никогда не сможешь быть более красивым чем кто-то более красивый и получается обычному человеку невозможно невозможно находиться в процессе наверное, в процессе выживания и в процессе вот такой конкуренции на лидирующих каких-то позициях. Можно ли сказать, что люди, которые, ну ладно, сейчас об этом не будем. Таким образом, в случае, если обычный человек, у которого нет дохода или который не очень хорошо может зарабатывать или не очень умный, начнет думать по принципу вот такой мотивации, то есть зарабатывать больше, потому что я сильнее, зарабатывать больше, потому что я красивее, зарабатывать больше, потому что я умнее, зарабатывать больше, потому что я наглее, то рано или поздно он столкнется с проблемой, что найдется кто-то более наглый, более, наверное, целеустремленный, более, наверное, молодой, более, наверное, красивый, более опытный и так далее, более-более. Таким образом, будет усложнен процесс выживаемости. Ну и я хочу предложить новую концепцию, которую я назвал для себя концепция инская. Очень часто, когда мы изучаем эзотерику, мы сталкиваемся с некими такими понятиями, как, допустим, изготовление талисмана привлечения денег. То есть, фактически, такой талисман, он должен притянуть деньги. То есть, человек, не работая, притягивает свою жизнь. Чем он притягивает? Кто он? Он, наверное, своего рода магнит или стремящийся человек к тому, чтобы создавать некую магнетическую способность к притягиванию материального благополучия. Ну и, вот смотрите, в случае, если человек нападает, кричит, добивается, стремится, локтями распихивает, поперед очереди, становится там в очереди и так далее, то он, наверное, занимает позицию вот такой янской энергии. То есть, он всех расталкивает и живет вот по таким принципам. Но и такой человек магнитом денег не будет. Обычно такие люди делают шаг вперед и три назад, потому что они агрессивны, импульсивны, громкие, они неинтеллигентны и так далее. А что же такое янская энергия? Каким образом человек может накапливать или включать в себе вот такую янскую энергию? Вот такая янская энергия, она включается в человеке в тот момент, когда человек начинает жить с позиции позитивных намерений. И с позиции, что обозначает вера в то, что у него все равно будет получаться хорошо. То есть, он ищет для себя объяснение, что все в жизни будет получаться, как ему нужно. Он не ищет информацию негативную, старается больше ориентироваться на оптимизм. Он не собирает вот так везде негативную информацию, ведет себя спокойно. У него есть качество, которое не называется пессимизм, а называется оптимизм. То есть, условно можно сказать, что человек, который добивается, это человек пессимист. Потому что он очень часто сталкивается с какими-то трудностями, оптимист с трудностями не сталкивается. Смотрите, жизнь эзотерика, который живет по принципу добродетели, который живет по принципу веры и по принципу оптимизма. Он хочет прийти куда-то и получить документы, вот как я делаю. Я выезжаю, после этого паркуюсь, обычно места всегда свободные. И после чего я иду и без всяких очередей получаю там нужные мне документы. У другого человека, который живет по принципу пессимизма, у этого человека гораздо сложнее все. У него обычно нет парковочных мест, ему приходится парковаться в каком-то неудобном положении. При этом у него все время пробки, он старается кого-то обгонять, попадает в неприятности. Приезжает в место, где он должен получить документы. В этих местах обычно длинная очередь. Он становится, начинает ругаться, какими-то ухищрениями старается вперед пролезть. Это замечают те люди, кто выдают документы. Просят его, чтобы он встал вновь в очередь, самый зад этой очереди. К нему плохо относится. Он переживает, потому что сам четко понимает, что он ведет себя каким-то нелепым, в общем-то, образом. Ну и думает, что он, в общем-то, борец и должен получать документы в итоге небыстро и так далее. Люди, которые живут по принципу, ну, у меня все равно это получится, едут. И почему-то у них, почему-то у них нет очередей. И здесь этот процесс, он исключительно связан с тем, что они живут в разных полюсах. Человек, живущий по принципу, ничего, скоро у меня это будет, у него это получается. Человек, живущий по принципу оптимизма вот такого, он умудряется, несмотря ни на...